Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим праздником ему, собственно, и посвящено наше сегодняшнее заседание. Идите, Олеговна, напомните правила игры. Дорогие друзья, вы попали на очередное заседание клуба «Споемте, друзья», где артисты только аккомпанируют зрителям, а зрители поют песни. У вас на столах есть тексты, далеко не всех песен, которые мы сегодня собираемся исполнить, но просто песни, текстов которых нет, вы знаете наизусть и так, мы в этом уверены. Самые активные, самые поющие столики получают призы и подарки, а также в почетную, так сказать, честь закрыть наш концерт и спеть вместе с артистами песню «Милая моя». Вместо артистов песню «Милая моя», «Солнышко и весной». На обозрение большого количества людей, потому что наша программа транслируется в интернете. Так что у вас есть возможность прославиться. Но действительно наша программа сегодняшняя посвящена военным песням, песням о военных лет, песням о войне, Великой Отечественной и не только. Программа эта очень-очень, так сказать, связана с нашей такой общей культурой. Мы, конечно, люди разных поколений и разные книжки можем читать, но у нас, во всяком случае, был общий какой-то такой советский опыт, пионерский, комсомольский. Вот к следующему разу мы разучим еще песню в 1812 году. Нет, мы сегодня обязательно посвятим вам что-то и в 1812 году тоже. Но начнем мы, конечно, с заглавной песней Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться Перед старым аппаратом под названием «Фотокор». Чтобы наши святотели сквозь военные метели В дом родимых долетели под родительский надзор В дом родимы долетели Под родительский надзор Так стояли мы с друзьями В перерывах меж морями Сухопутин и вояк-моряк Шли, удавили приказ Пускай фотограф в середину И снимит нас всех вовни Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз Кто-нибудь потом вглядится В наши судьбы, в наши лица В ту военную страницу Что уходит за кормой И остались плоды эти В униброме, в промпортрете Фотография на память Для отчизны дорогой Фотография на память Для отчизны дорогой И еще одна заглавная песня Которую мы всегда открываем В заседании нашего клуба Споемте, друзья Собственно, одноименная песня Споемте, друзья И завтра в поход Уйдем в предрассветный туман Споем веселей Пусть нам подпоет Седой боевой капитал Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранний порой И тянется кормой Знакомый плодок голубой Пусть нам подпоет А вечер опять Хороший такой Что песен Не верить нам нельзя И тянется кормой И тянется кормой И тянется кормой Нахлой И тянется кормой И Тянется кормой Знакомый плодок голубой На реке большом легла тишина, И в море окутал туман. И берег родной целует волна, И тихо доносит боя. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний пароль пихнется кормой Знакомый плоток голубой. Прощай, любимый город, Уходим завтра в море, И ранний пароль пихнется кормой Знакомый плоток голубой. Песня, которая не имеет прямого отношения к Великой Отечественной войне, но она была написана двумя юношами, еще до войны, в 1937 году. Григорием Лепским и Павлом Коганом. Это, считается, первой бардерской песней, это песня «Бригантина», и Павел Коган с войны не вернулся. Григорий Лепский прожил долгую, достаточно хорошую жизнь, еще в 2003 году на одну из наших премьер он приходил и подарил нам кассету своих новых песен. Вот такая была история. Так что вот он был непосредственным участником создания первой бардерской песни нашей страны. По версии некоторых портоведов. Надоело говорить и спорить, И любить усталые глаза, В припустерском дальнем синем море «Бригантина» поднимает паруса. В припустерском дальнем синем море «Бригантина» поднимает паруса. Капитан, обветвенный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись дня. На прощанье поднимай, богаты, Золотого земного вина. На прощанье поднимай, богаты, Золотого земного вина. Дом за яростью, за непокорный, За презрявший, крошенный уют. Я в сапоге тру, веселый рожден, Люди флинта, песенку поют. Я в сапоге тру, веселый рожден, Люди флинта, песенку поют. И в беде, и в радости и в море В припустерском дальнем синем море «Бригантина» поднимает паруса. «Бригантина» поднимает паруса. «Бригантина» поднимает паруса. Одна из самых знаменитых песен о войне Никита Богословский, стихи Агатова «Тёмная ночь». Тёмная ночь, только пули свистят во степи, Только ветер гудит провода, Тускло звезды мерцают. В тёмную ночь, ты любимая, знаю, не спишь, И у детской кроватки тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Тёмная ночь растеряет любимая нас, И тревожная чёрная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня Тёмной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен смертельно мою, Знаю, встретишь с любовью меня, Чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в земле, Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждёшь, И у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной Ничего не случится. Ты меня ждёшь, И у детской кроватки не спишь, И поэтому, знаю, со мной Ничего не случится. Землянка Пьётся в тесной печурке огонь, На пареньях смола, как слеза, И поёт мне в землянке гормон, Как улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пусты, В белоснежных полях под Москвой, Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, Между нами снега и снега, До тебя мне найти нелегко, От смерти четыре шага, Мы гармоника в юге назло, Заплутавшее счастье залили. Не в холодной землянке тепло, Как твоей негасимой мы. Не в холодной землянке тепло, Как твоей негасимой мы. Не в холодной землянке тепло, Не в холодной землянке тепло, От твоей негасимой любви. Мы сейчас оригинальных произведений, Оригинальных произведений военных лет, Перейдем к таким более декоративным, киношным. То есть то, как в кино Великая Отечественная война была показана. Часто даже в комедиях. «Небесный тихоход», например. Прекрасная песня летчика. Да, но все знают, Еще там Меркурий при жизни рассказывал. Это же военное, В смысле во время войны Практически было это кино. И когда он шел по улице, Люди подходили и спрашивали, Как дела на фронте? Настолько сильное ощущение было От этого кино. «А что случилось?» «Я не одобрался?» «Ну давайте попробуем ее спить» «Соломей в седую» «Вечером, вечером, вечером, Когда пилот нас грязно-стрямо делать нечего, Мы приземлимся за столом, Поговорим о том, о сём, И нашу песенку любимую свою. Пора в путь дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, Над милым порогом, Как же серебряным тебе крылом. Пускай глаз забросит к нас далеко, Пускай ты в сердце, Только никого не допускай. Сглядит, буду строго, Мне сверху видно всё, Ты так и знай. Весело, 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 Чего ж ты, милая, курносый нос повесила? Мы выпьем раз и выхим два, А наши славные удва, Но только так, Чтоб не болела голова. Пора в путь дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, Над милым порогом, Как же серебряным тебе крылом. Пускай земля забросит к нас далеко, Пускай ты в сердце, Только никого не допускай. Сглядит, буду строго, Мне сверху видно всё, Ты так и знай. Мы парни правые, 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 А чтоб не сглазили Под руки нас кудрявые, Мы перед вылетом ещё И поцелуем горячо, И трижды плюем через левое плечо. Пойдём путь дорогу, Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, Над милым порогом, Как же серебряным тебе крылом. Пускай земля забросит к нас далеко, Пускай ты в сердце, Только никого не допускай. Сглядит, буду строго, Мне сверху видно всё, Ты так и знай. Ты сверху видно всё, Ты так и знай. Ночь короткая. У нас такие песни, Которые где-то в покорке живут, И даже, может быть, Тексты обязательно смотреть. Ещё одна такая песня. Ночь коротка. Вот посмотрите в ваших текстах. Даже не надо, это всё, Все знают, Мы специально выбрали песню. Ночь короткая. Ночь короткая. Спят облака. И лежит у меня на ладони, Незнакомая ваша рука. Возле тревог Спит родной. Я услышал мелодию вальса, И сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, Недалёко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного. В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём. Так скажите, Брюсово, Я сам не знаю, о чём. Будем кружить, Петь и кружить. Я совсем танцевать разучился, И прошу вас меня издевить. Утро зовёт, Снова в мороз. Покидая наш маленький город, Я пройду мимо ваших ворот. Пусть я с вами совсем знаком, И далёко отсюда мой дом. Я как будто бы снова Возле дома родного. В этом зале пустом Мы танцуем вдвоём. Отскажите хоть слов, Сам не знаю, о чём. Я не знаю. Я не знаю... Давай! Пусть я-то в мороз, И не знаю, Я не знаю fence, Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша На высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила Про стеклого сильного орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песню Гожевича Перелези на ясным солнцем след И борьбу на даль пограничке От Катюши передай привет. И борьбу на даль пограничке От Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Глаз, цвета и яблони и груш Поплыви туманной рекой. Выходила на дырк Катюша На высокий берег на крутой. Выходила на дырк Катюша На высокий берег на крутой. Вот, и таким образом мы с вами длинулись в историческом, так сказать, пространстве в обратную сторону, да? Вы знаете, что «Катюша» — это песня, которая была посвящена вот тому же событию, которому посвящена песня «Три танкиста». Это пограничный конфликт на Дальнем Востоке. Это было еще до войны. И сейчас мы с вами еще дальше двигаемся. Мы сейчас с вами попадаем в гражданскую войну. Эта эпоха вообще романтизирована в нашем сознании изрядно. Поэтому даже, может быть, мы не столько вспоминаем о событиях реальных, которые были в то тяжелое время, а о каком-то своем пионерском и комсомольском детстве. И вот сейчас символизируется наше счастливое детство. Наш лагерь будет пионерка Лидия Чубакса. Я была солисткой, естественно, всех хоров детских, всех пионерских лагерях. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ